МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале Россия 24, Вести Ульяновск. С вами Елена Гончарова. Вначале краткий анонс основных тем выпуска. Мы вместе с семьей участников СВО оказали психологическую поддержку. Лекарем душевных волнений выступил уникальный лес скрипенских кучур. Два праздника одним ударом. Тосы Майинского района провели пионерский слет в День территориального общественного самоуправления России. 200 км по пустынному бездорожью. Гонщики-экстремалы из Ульяновска приняли участие в ралле Арчеда-2023. Кто лидирует по итогам заезда, расскажем в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В регионе установилась высокая пожарная опасность 4-го класса. Главное управление МЧС России по Ульяновской области напоминает населению, что в условиях сухой и жаркой погоды возникает опасность природных пожаров. Чтобы неосторожность не стала причиной лесного пожара, необходимо избегать разжигания костров на полях или в лесу. Обо всех происшествиях, в нештатных ситуациях, в изгораниях незамедлительно надо сообщить в Единую службу спасения по телефону 112-01, с сотовых телефонов 101 и 112. Дети и жены военных и мобилизованных побывали на скрипинских кучурах. Бесплатные экскурсии для них проводит Ульяновское областное отделение Русского географического общества. В путешествие по сказочному лесу отправилась и наша съемочная группа. 204 гектара земли. Вся территория в мифах и загадках. Каменистые холма скрипинских кучур готовы давать подсказки. А когда рядом опытный экскурсовод, путешествие по сказочному лесу становится еще интереснее. Вот перед этим камнем, почему полоса посередине, он где-то чуть-чуть дальше ставился большой столб строго определенной длины. И по тени этого столба определялся самый длинный день и самый короткий. Дети увидели даже, где раньше обитали шаманы. А камни из сливного и зернистого кварцевого песчаника показали рыб, крокодилов и даже идеального мужчину. Вот если чуть лучше, вот он настоящий взял. В этот раз по маршруту языческое капище, пирамиды, лабиринты, сад камней и каменоломни прошли семьи военных и мобилизованных. Любопытную экскурсию для них организовало Русское географическое общество. Это только старт акции. Новые группы будут собирать все лето. У них на пути самые интересные места Ульяновской области. Смысл этих акций в том, чтобы люди, которые сегодня по разным причинам оказываются в непростой психологической обстановке, получили возможность окунуться в целительный, в лечебный, в релаксирующий мир прекрасной природы Ульяновской области. И самое главное, что нужный результат достигнут с первого путешествия. Лес, природа, чистый воздух. Ну и красиво, просто очень много красивых фотографий сделали. Понравилось, конечно. Впечатляет очень. Я давно не была вообще в лесу, как-то не приходилось. А так все хорошо, замечательно. Сегодня в Ульяновской области семьям военных и мобилизованных уделяется особое внимание и забота. Оказывается, материальная помощь, зачастую индивидуальная, для тех, кто попал в сложные жизненные ситуации. Оказывается, психологическая помощь. Организован бесплатный отдых в детских лагерах детей и многое-многое другое. Немаловажно психологическое состояние семей. И вот в этом плане, конечно, акция, которую проводит Ульяновское отделение русского географического общества, она имеет очень большое значение. Большое внимание регион уделяет и помощи бойцам СВО. Только за прошлый год акция «Мы вместе» помогла собрать 400 тонн гуманитарной помощи и 122 миллиона рублей. Скоро для них в регионе откроется и многофункциональный реабилитационный центр. Марина Тимофеева, Александр Расохин и Илья Рябов. Вести Ульяновск. Из Серенгульского района. Мест для креатива становится все больше. В чердаклах открылось общественное пространство «Третье место». Это первое из пяти креативных объединений, которые заработают в области в ближайшее время. Приветственные слова плавно перетекают в награждение. Местная молодежь успела проявить креатив еще до официального открытия общественного пространства. Это спорт, творчество и волонтерство. Мы ходим по улицам и, как бы это странно ни звучало, обмениваем сигареты у людей, которые курят на конфеты. Так сказать, боремся с никотиновой зависимостью. Мы очень долго ждали и способствовали какому-то продвижению этого креативного пространства. Очень много было веселых моментов, связанных с ним, также грустных. Но мы очень рады. Молодежь – главная движущая сила каждого уже реализованного проекта. Дети хотели играть в лазертак, и они это сделали. На сегодняшний день в лазертак-клубе более 80 человек, которые ходят еженедельно на тренировки. В этом году мы выступали в городском турнире, отбирались на ПФО. На ПФО это уже был серьезный уровень, там было достаточно много команд. И нашей команде креатив не хватило всего лишь буквально пяти секунд, чтобы занять победное третье место. У нас очень мало мест, где молодые люди могли бы свое свободное время провести. То есть, если есть такая необходимость, то они вынуждены ехать в город. Но не у всех есть такая возможность, поэтому сюда каждый молодой человек может прийти, поиграть в PlayStation, подключиться к бесплатному интернету, может поиграть в интеллектуальную игру, если он этого хочет. Также мы организуем различные семинары, мероприятия, собрания по интересам. Открытие креативного пространства в Чердаклах дает старт запуску работы еще четырех подобных объединений в Староманьском, Павловском, Сенгелеевском и Цельнинском районах. Ульяновская область является одним из передвиков, точнее первым регионом, который именно в сельской местности занялось вопросом создания и открытия креативной инфраструктуры. И при поддержке фонда президентских грантов нам это в этом году успешно, надеюсь, удастся. И мы приобретем уже 10 креативных пространств, размещенных в 10 муниципальных образованиях сельских территорий. Для тех, кто готов и не боится креативить, двери четырех из них откроются уже в мае этого года. Кульнара Шарипова и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. В Ульяновской области прошел фестиваль «Пионерская зорька». Так бывалые пионеры из Маинского района отметили свой праздник – Всероссийский день ТОС, объединив два торжества. Мероприятие устроили в формате слета и лучших традициях советской молодежной организации. Участники местного ТОС пели, маршировали, разгадывали квесты, угощали друг друга фирменными бутербродами и делились пионерским задором. В неизменных галстуках и красных пилотках слет посвятили 101-й годовщине пионерской организации. С троевым маршем под барабанную дробь бывалые пионеры представляют свои команды. Организаторы слета ТОС Маинского района провели его в рамках проекта «Место, где мы вместе». Благодаря президентскому гранту им удалось провести не только пионерскую зорьку. Мы отремонтировали помещение для занятий хореографией, вокальным пением, закупили тренажеры, сейчас у нас уходят занимаются. Пятнистая щука, красная шапочка и закусон охотничий. От одних названий текут слюньки. Кулинарный конкурс дал развернуться радушным ТОСовцам по полной программе. Сахарок, медок, конфеты, Дуньки, нравится? Ты в дыбанке. Бывалым пионерам помогают и юные кадры. Мы готовились, мы учили кричалки, песни. Мы помогали готовить стол. Для большинства из участников слета пионерия, чистой воды, ностальгия. И хотя дух их по-прежнему молод, память преподносит сюрпризы. Январь 86-го. 14 рублей, цена-то была. Квест разбили на станции. Футбольная, интеллектуальная, водная. Везде нужны свои навыки. Но главный залог успеха, как и сто лет назад, командный дух и поддержка друзей. Леша, давай, 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 давай. Берем. Берем, бегом, 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 бегом. Всего в этом году в пионерской зорьке приняло участие шесть команд. И победила, конечно же, дружба. Завершил слет концерт в народных традициях. Мимо этой мишки, мимо этой ходы. Елена Гончарова, Вести Ульяновск, Измайинского района. Ульяновские гонщики-экстремалы из команды «Газ Рейдспорт» приняли участие в ралли «Арчеда-2023», который проходил в Волгоградской области. Соревнования проходили в полупустынном бездорожье. Маршрут длиной в 200 километров пришлось преодолевать в течение двух дней. Из-за жары и пыли один из наших экипажей вышел из строя на первом же круге. Для многих участников ралли путь оказался сложным. Некоторые заблудились. К финишу пришли лишь 9 машин из 18. Первый этап Кубка России, а заодно и чемпионат Волгоградской области, прошли в дружественной и приятной атмосфере. С напутствием официальных лиц и представителей духовенства. С боевым настроем участников, но главное в присутствии пусть не многочисленной, но аудитории болельщиков. По итогам заезда в финишной таблице чемпионата лидируют автогонщики из Белоруссии, которые прошли маршрут на грузовике МАЗ. Сразу после прогноза погоды в эфир выйдет программа «Арт-студия». Сегодня в кадре организаторы и модели предстоящей бульяновской недели моды. Где и когда она пройдет и какова будет концепция нового сезона, смотрите «Арт-студию» с Викторией Дроновой. На этом наш выпуск завершен. Доброй вам ночи. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, возможно гроза. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный до сильного. Температура воздуха ночью по области плюс 10-15, в Ульяновске от 12 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области плюс 26-31, в Ульяновске от 27 до 29 градусов тепла. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»